здравствуйте друзья мы попросим светлану зачитать вопрос нашего зрителя давай свет мне около 19 лет я хотел бы поделиться своими наблюдениями не понимаю халатности и безответственности многих людей например я заказывал посылку он живет в российской федерации так для порядка и заказал посылку и указал чтобы ее прислали по почте они же не оповести в меня сказали что посылка в ряд курьерской почтой когда я хотела бы что с доставкой человек принесет меня поставили перед фактом и только после того как я сам спросил как там с моей посылкой меня поставили перед фактором и только после того как я сам спросил как там с моей посылкой а так вообще не доставили ну непонятно другой случай не Понимаю, почему так много людей Пообещав что-то не делают обещанное Если не скажу Если не сделаешь Так нечего и обещать Немного расскажу о себе Как делаю я Например, если я говорю, что я что-то сделаю То я обязательно это сделаю Так как после того, как я сказал, что да, это будет сделано У меня свербит в голове Это проявляется даже в мелочах Получив личное сообщение в соцсетях Я обязательно отвечу сразу сразу же как прочитаю в то время как многие люди просто прочитали и далее не ответили вовсе и если я что-то собираюсь менять в условиях чего-то например той же доставки то я непременно предупрежу человека и только после этого сделаю так как договоримся вот Михаил поделитесь пожалуйста своими размышлениями по этому вопросу просто правда расстраивает меня такая безответственность и вообще если такое сша вот в сша тоже интересует если в сша бардак сколько хочешь да вот света знает о чем говорит значит давайте мы вот чего начнем я конечно усматриваю в этом во всем некоторые такой юношеский максимализм да то есть вот как бы зачем чего-то говорить что сделаю если не сделаешь так из лучших же чувств это же не то что он знает что не сделает если бы он точно знал что не сделает он бы и говорить не стал я так думаю но просто люди не контролируют не фильтруют базар что называется вот значит первое он например хотел или он думал или он не знал но просто сказал вперед он сидит там на телефоне на должности человек он вообще ни за что не отвечает вообще проблема в частности состоит там и в сша тоже что найти человека который в состоянии отвечать за то что он сказал сложно ну то есть за те деньги которые платят этому человеку вот он сидит там саппорте в какого-то вы звоните ведь у меня вот такая проблема а он вам чего-то по какому-то сценарию которую не там лежит вот по скрипту поэтому он вам что-то такое говорит выглядит у меня не это он опять по скрипту говорит давайте так еще из индии откуда-то говорит а так чтобы не поймешь половину чем там сказал вот и вообще из другой культуры человек он считает что абсолютно все правильно сделала вам сказали по скрипту чего вы еще и недовольны теперь значит то есть конечно проблема некомпетентного исполнителя не мотивирована и некомпетентного менеджмента над ним это чудовищная проблема и она абсолютно не локализована там вот вот в том месте где вы живете она по всему миру существует в соединенных штатах это проявляется в том что пытаются аутсорсить все что можно аутсорсить смысл я о том что там дешевле и даже когда вот казалось бы такая компания как microsoft да вот света не даст соврать звонишь microsoft support да а тебя перекидывают куда-то в индию причем это не microsoft в индии а это какие-то партнеры у них в индии которые для начала тебе говорят мы сейчас у тебя пропустим тест говорят они ты выдаешь доступ они запускают какой-то тест тест генерит какие-то простыни чего-то такого в досовском окошке в красного цвета в красного цвета да и ты и тебе гайд ты видишь какая у тебя задница на твоем компьютере ты в катастрофе ты в поле 5 лет они трезво очень обязательно подать после чего после чего они говорят значит так они говорят подписывайся подписывайся на наш сервис сколько там 100 долларов в год 200 ну сколько то допустим 100 долларов в год и мы тебе бесплатно будем каждый раз как что будем тебе чинить ты с испуга перепуга подписываешь на 100 долларов они там неделю пытаются починить ничего починить не могут больше одно дело запустить какой-то тест который пишет может быть вовсе и не теста просто какой-то это скрипт который пишет месяц ночью что-то он такое пишет да я вот явно ничего не тестирует вот только пугает тебя а совсем другое дело чтобы такие таки реально починить я помню у света что-то там как мелочь была так они не только эту мелочь они еще поломали там кроме кроме той мелочи которую так и не починили после чего светлана отписалась от их сервиса забрала свои 100 доллар и они уже в на протяжении пяти лет продолжают трезвонить как три звонит не три звонить по поводу того что дев actually need arrhyment они хотят чтобы но продолжили стиль наш бизнес я просто чтоб искать вот этот мусор натуральный он абьюз злоупотреблению так по-русски так вот мне кажется слово без она лучше отражает чем русское слово с злоупотреблением вот это вот без образе она как бы сплошь и рядом вы будете платить билл медицинский, выяснится, что с вас хотят втрое больше денег, чем на самом деле вы должны заплатить. То есть вы их отобьете. Но если вы будете этим заниматься, вы отобьете. А если вы не обратили внимания, значит не отобьете. Если мы начнем по одному разбирать те ситуации, в которых мы были вот с этим бардаком в течение буквально последнего года, вы себе просто, вы подумаете, что нужно сидеть дома, никуда не рыпаться и не ехать ни в какую эмиграцию. Настолько это будет все кошмарно. Со стороны. А изнутри это как-то мы привычно, мы внимания особо не обращаем. Хотя, конечно, вот этот бардак усиливается. Вот за последние 20 лет бардака стало намного-намного больше. Вы звоните в страховую компанию, вы разговариваете с кем-то, кто вообще понятия не имеет ни о чем. Он вам говорит, конечно, мы сейчас все сделаем. Ничего, естественно, не делается. Потом вы звоните снова. Там сидит другой человек, который, естественно, не знает ни того, ни этого. И он говорит, конечно, мы сейчас сделаем. Потом вы зовете его супервайзер, понимая, что с этими уже нет никакого толку. Но многие-то уже перестали звонить просто. Но вот те, кто настырные, они требуют супервайзера. Супервайзер может сказать, да-да-да-да-да, конечно, я сейчас сделаю. Через месяц вам придет по почте statement. Вы звоните через месяц, потому что ничего не приходит. Вам говорят, а того супервайзера уже нет. А в чем вопрос? Вы говорите, ну как же, у меня вот была такая ситуация. Вам говорят, да неужели? Это надо подумать. И вот это вот идет, и идет, и идет. И вот я не хочу называть конкретные компании, с которыми это происходит. Но я хочу сказать, что вы эти компании знаете. Их знают во всем мире. Это большие, казалось бы, привычные компании до тех пор, пока ты не начинаешь иметь с ними дело. И сталкиваешься вот с этим чудовищным бардаком, где никто не отвечает ни за что. Ни один человек не отвечает ни за что. И их много. Поэтому к вопросу о том, как в США с этим делом, ну, бардак. Теперь речь шла на самом деле в письме о том, что какие-то люди на таком достаточно низком уровне, небольшие клерки, там, не в таких гигантских компаниях, зачем обещать, если ты не мог сделать и так далее. Значит, он мог быть просто некомпетентным, безответственным, там, и так далее. С другой стороны, вот когда молодой человек, его зовут Сергей, он пишет, что вот я получил месседж в социальных сетях, я тут же отвечу. А вот другие там прочтут и не ответят вообще. А вы, Сергей, когда в социальных сетях дойдете до того, что у вас будет в день по 200 месседжей, или, например, по 500, как у некоторых, да, вы обнаружите, что ваша способность отвечать сразу сильно подорвана вот этим количеством, потому что вам еще нужно работать или, может быть, учиться, у вас есть друзья, может быть, у вас есть девушка, там, и так далее, и так далее. И вы, конечно, можете пойти с девушкой, сидеть и отвечать на месседжи, да, пока она будет там одиноко пить коктейль. Вот, но, сами понимаете, девушка может найти какого-нибудь другого молодого человека, который больше вот на ней сосредоточен, чем на месседжи. Это реальная жизнь. Реальную жизнь хороша тем, что она реальна, что ее можно, например, принять такой, как она есть. Можно научиться иметь с ней дело, понимаете, с выдуманным ничего нельзя, потому что ты себе выдумал, и ты сам с этим имеешь дело, и ты сам относительно себя успешен в преодолении тех преград, которые ты сам себе придумал. А реальная жизнь хороша тем, что если ты научился иметь с ней дело, то ты, в общем-то, успешен не только относительно себя, но и относительно других людей, которые никак не поймут, как иметь с этим дело, или никак не могут принять, что так нормально, и что вот надо с этим жить, вместо того, чтобы ходить, ругаться, критиковать, возмущаться, и так далее. Поэтому, да хрен бы с ними, но вот они необязательные. Но вы-то знаете, с кем имеете дело. Но вы включите функцию дополнительного контроля. И все. Значит, вы скажете себе ни одно обещание, которое мне дают, совершенно необязательно, чтобы оно исполнилось. Нет такого обещания, которое гарантированно будет выполнено, и у вас сразу изменится стратегия вашего поведения. Вы начнете контролировать. Нет такого счета, который вам пришлют из банка, из страховой компании, и за какую-то посылку-пересылку и так далее. Нет ни одного счета, в котором гарантированно нет ошибки. Иногда на существенную сумму. И вы начнете совершенно по-другому относиться к каждому счету. Правильно? Вот. И у вас как бы изменится тактика и стратегия вашего поведения. И вот тут-то вы и заживете. Тут-то как-то и откроется вам птица Феникс. Вот. Можно будет ухватиться за ее хвост. Так что вот такой ответ. Светик, ты хочешь добавить что-то? Ну, по большому счету, я с тобой в целом согласна, да? Вот. А в нюансах я могу сказать вот что, что нужно понимать, что все люди разные. И вот молодой человек, как он себя описывает, да, у него больше так проявляется коричневый вектор. И вот это вот его тщательность, добросовестность и стремление отвечать на все мессенджи. Потому что это, в общем-то, очень такие яркие характеристики коричневого вектора. Да. Но дело все в том, что сегодня идет эра кожных людей, оранжевых людей. А кожный человек, даже самый успешный, самый хороший, самый положительный, он соблюд не дорого возьмет. Он может быть необязательным. Он может не отвечать на мессенджи и делать вот все то, что вы описываете в этом писем. И при этом будет очень успешным. И при этом, при этом, абсолютно, он будет совершенно искренним. То есть тот момент, когда он обещает, что он что-то сделает, он в этот момент абсолютно не искренне верит, что он да, сделает. А на следующий момент его что-то отвлекло от этого. И он позабыл об этом, или у него какая-то суета на работе, или его вызвали на к телефону, на митинге. И он даже не понимает, что чем-то недовольный. И он даже не понимает, потому что это настолько в порядке вещей в его образе жизни. Значит, то я первое, что бы я сказала, что действительно, у человека должен понимать, что все люди разные. И сегодня люди вот этого кожного вектора, оранжевого, они более востребованы. Они хорошо вписываются в сегодняшнюю динамическую такую структуру. И поэтому их большинство, да, их больше, чем коричневых. Все серьезно? Да. Потому что сегодня коричневые, извините, оранжевые люди. Вот. Это первое. Второе. Да, в целом контингент сотрудников на работе оставляет желать лучшего, чтобы найти достаточно хорошего работника. Исполнителя, да. Исполнителя. Это очень и очень тяжело. И дело даже не в деньгах, а их просто нет. Есть статистика такая, что там 95% людей нуждаются в Close Supervision. 84. 84. Нуждаются в том, чтобы... Микро-менеджеры. Микро-менеджеры, чтобы их мониторили каждое их действие. Поэтому, как Михаил правильно сказал, они работают по скрипту, им даже думать ничего не надо. Вот что там написано, они скажут и повторят это 10 тысяч раз, потому что больше они ничего не в состоянии сказать, да? Сколько процентов над ними нуждаются в некотором Supervision? 14. 14. 14 могут хоть что-то сделать сами. И только 2% могут что-то сделать от начала до конца. Нет. На самом деле происходит что? Вот эти 2% они организуют вот следующие за ними 14. Да, если нет. Вот те 14 работают с двумя. Да, да, да. А потом оставшиеся 14 организуют вот все 84. Да. То есть, грубо говоря, те клерки, с которыми вы разговариваете, это люди, которые ничего, кроме как ответить по заранее заданному процедуре, ничего не могут. В лучшем случае. В лучшем случае, да. Вопрос такой, что да, надо понимать, что это все имеет место быть. Да, надо понимать, что все нужно проверять и перепроверять. Да, нужно понимать, что все люди ошибаются. Причем они делают это не из злых побуждений, а они просто такие люди и все, им пофигу вообще. Это факт жизни. Это факт жизни. Расслабиться, да. И как правильно Михаил сказал, изменить свое отношение к этому всему и принимать соответствующие меры. То есть, если вы что-то задерживаете, позвоните, узнать. Более того, сколько раз, вот если говорят устные какие-то обещания, как-то надеешься, говоришь, да-да, конечно, все, приходишь с ожиданием, а он говорит, а что вы о чем вообще? Да, но на самом деле, если у человека есть какая-то коммерческая жилка, да, в принципе, он, видя такую конкретную ситуацию, он задается вопросом, а что я могу с этого поиметь, да? А я что с этого могу поиметь, я же вижу конфликт, эти люди хотят, чтобы что-то было сделано, те люди не в состоянии этого сделать, вот тебе бизнес оппортюнити сразу. Да. Понимаете? Поэтому, значит... Ну, в общем, вопрос понятен, я думаю, что... Да, для 18-19-летнего парня совершенно замечательный вопрос и совершенно замечательная возможность задуматься о жизни и что-то в ней такое понять хорошее, потому что хорошее состоит в том, что другие люди не идеальны. Он тоже, может быть, еще этого не знают, но он тоже не идеальный. Вот. И вот эта неидеальность создает для нас, для всех, возможность жить по-человечески. Потому что, если бы мы все были идеальными, нас можно было бы роботами заменить, и никто бы разницы не заметил. Вот. Так что, на этом давайте мы и закончим. Субтитры создавал DimaTorzok